Здравствуйте! С вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Это 411 выпуск. А с вами по-прежнему неунывающий заряженной бодростью Сергей Кизоркин. Со мной не соскучишься. Бежит вся Самарская область. Лыжня России объединила всех любителей лыжного спорта. Каюры, 8 четвероногих друзей. В Ширяево прошел этап международной гонки на собачьих упряжках. Попасть в яблочко почти не целись. Военнослужащие Центрального военного округа определили чемпионов в офицерском троеборье. Малыши, взрослые, любители и профессионалы. На лыжню спорткомплекса «Чайка» в поселке Управленческий вышли все поклонники зимнего вида спорта. На старте были замечены даже маскоты, символы спортивных клубов Самарской области. Лыжня России 2020 объединила всех жителей региона. Победителей на финише встречал мастер спорта. Девятилетняя Вера Рощупкина лыжами занимается только на уроках физкультуры, но в этом году решила впервые выйти на соревнования. Попробовать свои силы на всероссийском спортивном празднике «Лыжня России». Она, как и все любители, пробежала два километра. Я очень люблю этот спорт. Я на физкультуре тоже иногда с собой в класс лыжи беру, когда на связи я катаюсь на лыжах. Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» проводится в 38-й раз, начиная с 1982 года. Это один из самых больших зимних спортивных праздников в стране. Традиционно «Лыжня России» проходит и в Самарской области, в различных городах и районах губернии. На старт выходит более 15 тысяч человек. И каждый год участников ждет сюрприз. В этом году новшество, что у нас все клубы представили свои талисманы. Талисманы бегут сегодня на лыжах. Не просто ходят, развлекают, а бегут на лыжах. Но посмотрим, когда бегут, не добегут. Поэтому они больше относятся к летним видам спорта. Но, тем не менее, на лыжах, надеюсь, что смогут добежать до финиша. Лыжный спорт с каждым годом набирает все большую популярность и среди самарцев. Им занимаются от мала до велика. И здоровые, и с ограниченными возможностями. Пятилетние дети в этом году бежали дистанцию 300 метров. Взрослые пенсионеры – 5 километров. Профессионалы замахнулись на десятку. Областная лыжня России по традиции ежегодно проходит на спорткомплексе «Чайка» в поселке Управленческий. Это великолепно, когда такое количество людей участвует в подобных мероприятиях. Поэтому показывает, насколько спортивный город у нас – Самара. И насколько люди любят спорт и готовы отдаваться. К сожалению, наш график мероприятий сместился, и мы не попали в общий старт по России. Но, тем не менее, то количество людей, которые сюда пришло, показывает о том, что никакие помехи не являются преградой для того, чтобы заниматься спортом. Пенсионер Василий Минеев на лыжах 7 лет. В селе Большое Микушкино из Соклинского района, откуда он родом, было одно развлечение для детей – катание на лыжах. Борозили лесные тропы, просторы лугов и полей. Когда поступил учиться в техникум в Куйбышеве, взяли выступать за лыжную студенческую команду. На его счету десятки медалей с разных гонок. Вот и на склоне лет Василий Минеев не сходит с лыжни, а на лыжне России выступает с первого ее старта. Лыжня России, по мнению участников гонки, это не только завоевание медалей и получение ценных призов. Это в первую очередь здоровый образ жизни и привлечение к физкультурному движению друзей и знакомых. Кроме того, отмечают организаторы, лыжня России отлично дополняет национальный проект демографии, инициированный президентом Владимиром Путиным. А поддержка массового спорта – одна из задач, которая поставлена губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. К 2024 году планируется, что каждый второй самарец будет заниматься физкультурой и спортом. 26 экипажей пробежали в собачьих упряжках по просторам заповедника Самарской Лука. Здесь прошел один из этапов международной арктической гонки. Кроме России соревнования проходят в Норвегии и в США. С героями необычного вида спорта познакомился мастер спорта. Собака не только друг человека, собака еще и товарищ по команде. Мотивировать четвероногих в упряжке не нужно, они сами рвутся на старт. Впереди многодневная гонка и почти 500 километров заснеженного пути. Там что только в голову не лезет. Просто постоянно анализ, потом начать задумываться. А если там какая-то тяжелая трасса, тяжелые моменты, постоянно бывают такие, думаешь, а зачем мне все это надо? Но потом, когда доходишь до финиша, немножко поел, поспал, отдохнул, и думаешь, как же здорово было, вот бы еще раз. И так вот каждый раз. Чтобы собака бежала сотни километров без остановки, ее нужно не только тренировать, но еще хорошо кормить. В рационе три сорта мяса и специальная концентрированная корма. У каждого каюра есть еще и помощник. Без него никуда. Собаки, как спортсмены. Их покормили до старта за 4 часа, а после финиша вернут в спортивный лагерь. Здесь для них помощник Аюра уже подготовит спальное место, то есть в снегу выкопает специальную траншею до земли, постелит соломки, а после того, как покормит собак, сделает им восстановительный массаж. Все как у профессиональных спортсменов. Недельная гонка на собачьих упряжках «Волга-квест» разбита на несколько этапов. 60, 70 и 110 километров. Затем день отдыха. Последние дистанции на выживание – это 240 километров. Места стоянок Каюр на этот раз выбирает сам. От его тактики и зависит успех в соревнованиях. Все старты проходят в селе Ширяево. Там же и финишируют спортсмены. Гонка «Волга-квест» считается гонкой по высшей категории сложности. Именно вследствие того, что рельеф национального парка «Самарская лука» достаточно разнообразен. Это и горы, и равмины, и степи, где метет. И в 2017 году, когда мы шли по Волге, это еще и ледовое покрытие реки Волги, когда мы дошли до города Волгар по Волге. Это очень сложная гонка. К ней нужно быть готовым физически. В России чемпионат мира по гонкам на собачьих упряжках привез норвежец Зигмунд Нордал. Признается, выбирал место для соревнований долго. Остановился на «Самарской луке». Я не пожалел ни о чем. Здесь классные условия для гонок, для собак, трасса отличная, виды замечательные, и погода оптимальная для гонки на собачьих упряжках. Гонка «Волга-квест» уже шестая по счету. В этом году в прямом эфире ее показало норвежское телевидение, так как она вошла в мировую арктическую серию гонок на собачьих упряжках. А призы, которые получают каюры, предназначены только для собак. Это корма и снаряжение. Курсанты высших военных училищ и офицеры приехали в Самару со всего Центрального военного округа пострелять по мишеням из пистолета, покататься на лыжах и поплавать в бассейне. А все это называется зимнее офицерское троеборье. По каким правилам проходят соревнования, расскажет мастер спорта. Майор Виктор Захаров из Екатеринбурга, кроме службы в армии, еще и спортом занимается. И тоже профессионально. Уже 20 лет. Выступает в офицерском троеборье в двух видах – летнем и зимнем. Мастер спорта прошел большой путь – от первенства воинской части до чемпионата вооруженных сил СНГ. Два раза выигрывал международные соревнования в 2015 и в 2017 годах. Многократный чемпион Центрального военного округа. Здесь, в Самаре, на этих соревнованиях ему равных нет. Хотя мастер рассказывает – побеждать становится год от года все сложнее. Подготовка спортсменов на каждый год разная. Где-то год приходится сильное выступление, хорошая конкуренция, где-то послабее. А так, в принципе, все тоже и на хорошем высоком уровне. Сейчас, на данный момент, выступление спортсменов, по данным видам, ну, все растет и растет, с каждым годом все лучше. Как бы спортсмены все сильнее и сильнее становятся. У каждого спортсмена, военнослужащего, у него цель – выполнить норматив мастера спорта. Но офицерское троеборье, что зимнее, что летнее – это вид очень сложный. С первого года их можно по пальцам пересчитать. Сразу выполнили норматив мастера спорта. То есть цель одна – это выполнение мастера спорта. За это сейчас денежно стимулированы военнослужащих, 100% от должностного клада. И вот все военнослужащие к этому стремятся. И, соответственно, и конкуренция растет, и уровень спортсменов также с каждым годом растет. Коронная дисциплина Виктора Захарова – бег. Именно здесь он ворвает победу в соревнованиях. Будь то чемпионат Центрального военного округа, будь то международный турнир. С первых дней, сколько я когда-то занимаюсь, у меня легкая атлетика. Я практически, можно так сказать, из соревнований два раза я остановился вторым, и 28 раз где-то остановился первым. Это бег. Бег 2 километра и бег 3 километра. Это чемпионат вооруженных сил, чемпионат округа и чемпионат СНГ. Бег. Потом стрельба идет, и потом плавание. Так чуть похуже. Есть приоритетные, кто-то стреляет, есть вот Жужгов, например, у меня стрельба коронный вид, но бег намного слабее, чем у него так. А у меня наоборот, бег сильный, но стрельба чуть послабее. Ну, склонность еще, вот, и нравится мне бегать. Очень много уделяю времени для беговой дисциплины. У универсального бойца тут практически, ну, нет таких вот. Кто-то стреляет, кто-то плавает очень хорошо и стреляет, ну, бегает чуть похуже. А чтобы там в районе 1100 набирать по всем трем видам, это очень редко. Майор Андрей Жужков, играющий тренер мастер спорта, сам участвует в соревнованиях и параллельно тренирует свою команду. Команда у него молодая. Курсанты Тюменского военно-инженерного училища. Пять человек выступают в командном зачете и трое в личном. В нашей команде в основном перворазрядники, но два мастера спорта. Мастер спорта вот у нас во второй возрастной группе, как правило. Для военных я считаю, что это очень профильный вид многоборья, так как здесь и стихия вода, и бег, и, ну, в данном случае, лыжная подготовка в зимних условиях. И, естественно, стрельба, это для любого офицера, это неотъемлемая часть его боевой подготовки. И, конечно, я считаю, что в часы подготовки, обучения, да, вот у нас военное училище курсантов, естественно, мы должны производить такую подготовку. И это же как оценка уровня его, то есть если он готов выполнять какие-то задачи боевые. То есть здесь, в данном случае, состязания лучшие среди лучших. То есть умеет ли стрелять, плыть и бежать, то есть это как бы очень важно. Ну, формируют и характер, и навыки, и морально-волевые качества, это борьба, продолжение. То есть не только в школе посоревновались, но и в военной стезе уже, когда атмосфера другая, и люди все военные, интересные, общаются, дружат, это все, и социум, и все это очень полезно и прикладно. Офицерское троеборье зимнее – это плавание, лыжная гонка и стрельба из пистолета Макарова. Это по возрастным группам стреляют, старшая возрастная группа 10 выстрелов, ПМ-1 упражнение, вторая группа 20 выстрелов, ПМ-2. И первая возрастная группа стреляет 30 выстрелов из пистолета в спортивную мишень номер 4, черную с кругами. Второй вид программы – это плавание, соответственно, по возрастным группам 100 метров, 200 метров и 300 метров. И третий вид программы – это лыжная гонка на 5 и 10 километров. Две старшие возрастные группы бегут 5 километров, молодые бегут 10 километров на лыжах свободным стилем. В команде пять бойцов – от 18 и старше. Офицеры у нас служат до 55 лет сейчас. Вот и взяты все категории, всех уровней. От командира взвода до уровня замкомандира части, командира батальона. Есть командир батальона, третья бригада специального значения. Приехал в составе команды. Стреляют, бегут на лыжах и плавают спортсмены в двух зачетах – в личном и командном. Кто поднимается на пьедестал почета и выполняет норматив мастера спорта, попадает в сборную команду Центрального военного округа. А там дорога на всероссийские соревнования Министерства обороны. Старты пройдут в городе Мирной Архангельской области в середине марта. Самые лучшие потом летом будут собраны здесь у нас в Самаре на сборах. Это будет сборная вооруженных сил, готовится к третьим военно-спортивным играм СНГ, трусных армий СНГ. В Алма-Ате они пройдут в этом году. В сентябре у нас будет чемпионат вооруженных сил по офицерскому троебору летнему. То есть, если сейчас они бегут лыжную гонку, то летом бегут, соответственно, тысячу метров, две тысячи метров и три тысячи метров. Ускоренное передвижение. А на сегодня это все, но это еще не финал. Мастер спорта еще покажет все самое интересное, что происходит в спортивной Самаре. Но уже через две недели. А я Сергей Кизоркин. И помните, любите спорт и занимайтесь физкультурой. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова